спаси обои положи ковер на пол всем снова здрасте разобралась я с камерой разобралась тут еще сквозь чем и как бы надо было выкинуть мусор накопившийся перерабатываемый еще там до хрена осталось в коридоре и как бы захотелось ничего не сладенького все тупо мне надо было вот такую или типа того сметанку большую потому что то у меня видимо я сейчас подсела на сметанку и на сметанку и повидорки у меня как-то так это в сутки чуть или типа того выходит 250 баночка допустим углическая сметана сметана из углича головинская она же или 180 грамм вот такая вот сметана вот этого вот кто это у нас рыбинск вроде должен делать как я угадала точно рыбинск в магните продается но и в общем что-то я так-то как-то еще творожок козлиный козий или как там его почти каждый раз на завтра кем каждый день почти каждый день и он у меня как бы хоть и козий творожок и молоко козье но вот сметана по некоторым причинам коровье в общем дошла до местного магнита и хотела еще попутно в один магазин зайти где пироженки вкусные но так как я еще не очень курсе как там это до скольки но работа это видимо или раньше девяти закрывается ли вообще до восьми но не сложилось у меня так что обошлось у меня все одним магнитом ноготь у меня слоится слегка все никак не сделаю этот бальзам или как там его короче надеюсь что завтра уже сделаю в общем перлась в магнит как бы за сметаной мимо фруктов и на меня так яблоко одно смотрит так смотрит так вот смотрит конкретно и говорит лёля ну купи меня вроде не охота совершенно яблок у меня там банан под остатками шоколада который влад присылал московский какой-то шоколад горький валяется на тарелочке в холодильнике ремонт где-то полусухой лежит там же в холодильнике тут раз яблоко чем яблоко я сейчас даже узнаю сколько это яблоко как яблоко свежий урожай цена за килограмм восемьдесят шесть копейками 20 рублей 81 копейка 240 грамм яблоком ну она вообще такое большое я на вообще-то столько всяких яблок я никак не могу понять когда покупаешь яблоки какая на ком цена в общем яблоко моё любимое не то чтобы уж совсем такое любимое но нравится она мне последнее время печенье которое якобы мария традиционная но на самом деле это не та самая мария которая мария и она любятого и по моему на нем то вообще что-то да на нем написано любятого на печенье хотя раньше было такое печенье не любятого с марией в общем третья на третий раз его обозреваю и вот у магните покупают их пятерки как-то так счет она была по скидке скидка там была в общем 29 и пардон 25 90 грубо говоря 26 рублей печенька сметанка я даже скажу так где это сметанка тут грубо говоря 65 65 рублей без 10 копеек нормально так сметанка 400 грамм я надеюсь мне уходит больше чем на два дня но может меня иногда вот так вот на сметанку меня очень редко тянет впервые так тянет на сметанку так на кассе я увидела он был что-то там по скидке все не знаю сколько он по себе стоит 40 рублей 90 копеек 95 грамм супер шоколадный батончик сникерс я как бы не очень это сникерс и наверно больше к марсу но что-то периодически он на меня смотрел а тут мне предстоит доделать очередной главу вампира пять месяцев не прикладывалась к нему судя по атаку боль ну смысле пять месяцев назад по моему у нас вообще этот релиз был этого вампира или типа того тут меня ждет вампир вампир сэн гоку сэн гоку дзи дай там шо не глава то какое-нибудь место которое надо гуглить в яндекс потому что или переводчик англит был какой-то кривой или в лучшем случае нормальный англит но тут тупо чтобы знать как она правильно читается как она переводится или что это такое или же вообще какой-нибудь деятель про которого я в глаза не видел мне так везет на манге ну вот в этом плане мне это нравится такое хорошее везение чаще всего чаще всего вообще про всех вот этих проектах что переводила или редачила ну редачила там как бы особо уже не надо там что-то пояснять но вот чаще всего ведет так вот в том плане что-то узнаю новое про японию то средневековая япония то еще какая не поняту какие-нибудь там верования что в шансе пару раз там встречалась то еще что-то кстати вот шанс так и не поняла суть названия в чем она отражается если мне дадут второй шанс но как-то вот вот не тормози сникер с супер питательный батончик у меня мозги короче очень много сладкого потребляют во время перевода вампира еще шоколадка шоколадку я еще дней пять так назад когда увидела мне что-то так подумалось может мне хочется эту шоколадку раньше мне нравилось карамель молочный шоколад и арахис ну и что-то она там по скидке уже неделю наверно висела 39 рублей я вообще не знаю сколько она на самом деле сейчас это шоколад тут потому что что-то так сто лет не покупала шоколад мне свое время надарили так вот люди добрые и верующие в меня и верующие меня и просто люди добрые злые бы не стали тарить чем тут 39 90 что-то я все хочу 99 сказать короче практически везде одни девятки кроме яблок и того что потом будет а так везде 9 9 9 9 9 9 что я зевлю ну сейчас то вроде как по теме зеваю потому что уже где-то сейчас гляну хоть сколько у меня тут времен инородов 42 минуты этого десятого но я все таки немножко предложусь вампира потому что у меня как-то планировала вообще еще вчера его сделать ну как он получался и вот что я периодически рекламлю но мне тупо хотелось чего-нибудь такого на самом деле я вполне могла бы сделать эти же самые блинчики есть и молоко есть и сыворотка и как бы я не голодаю у меня там этот морозилка со вчерашнего дня вообще забита битком впритык я одну фиговину я не помню ее положила в коробку чтобы выкинуть или положила рядом если положила по коробку по ошибки чтобы выкинуть тоже выкинула но в принципе она не особо нува холодная грелка как не свое время подружка дашку сказала спросила полща на охрене но есть грелка типа горячая это горит грелка типа холодная типа предложи что-нибудь холодная но он у меня там место занимает в морозилке вообще не не представляю, что это такое. Почему она как-то так? Ну и вот я купила блинчики. С пылу с жару. Думала, пока обозреваю. Они у меня тут разморозятся сами по себе. Но они еще не успели разморозиться. Тут стабильных 8 штук. Я их периодически покупала. Когда-то даже первый раз обозревала. По-моему, они мне... Первый раз я их покупала вообще в Дикси когда-то. 45 грамм. Не знаю. Или один блинчик 45 грамм. Или все вместе 45 грамм. А нет. Где-то тут вообще были граммы. Я просто тут внезапно... Да, 360 грамм. 360 грамм. 45 грамм. Один блинчик. Внезапно увидела, что-то написано. Блинчик. Быстро замороженные блинчики. Я еще думала какое-нибудь варенье купить. Ну так, чего-то так вот подумала. А что у меня это варенье? У меня там дофига всякого варенья дома. И мед у меня даже есть не только засахаренный, но еще и в жидком виде. И годные они у нас до 4-го сентября этого года. И 5-го марта они сделаны. Просто обычно как-то это мне... Ну, не знаю. Как-то я покупала блинчики по скидке в каком-то магазине. Они там через месяц откидывали коньки. Мне казалось раньше, что вот на такую продукцию делают скидку, только когда вот она уже скоро сдохнет. Ну, видимо, от магазина зависит. Потому что вот здесь вот я покупала уже как-то по скидке какие-то блинчики. Они еще долго жили. Ну, долго бы прожили, если бы я их не съела. Тут можно и в микроволновке, и прийти, и на сковороде. Ощущение вот чисто вот, я не знаю, тут, наверное, эта камера все-таки... Сейчас вот у меня был такой момент, что она сначала в той еще квартире стабильно шумы отсекала. Потом что-то я попрыгала с бубном, видимо, и она у меня шумы не отсекала. И было слышно там стук какой-то, то еще что-то. В прошлый раз, когда я думала, что было слышно, но было не слышно. Сейчас вот у меня за окном, точнее, за балконом так зашумело, подозреваю, что скорее всего ливанул дождичек. Так, блин, копытца сламывается. Надо завтра все-таки взять себя за жаброй и сделать уже этот воск. А то как-то хоть кто-нибудь может сказать, что надо лопать кальций. Я тут не знаю, много ли кальция в кузьем твороге, но приличное от творога это что-то. Килограмм, ну, чуть меньше килограмм, наверное, 800 грамм за 5 дней уфигачила. То мне тут как-то килограмм этот месяц лежал. Ну, частично еще в морозилке. А тут что-то поперло творог. На сметанку, на помидорку. Вчера купила два бычьих сердца. Я даже не знала, что бычьи сердца подаются, но обычно как-то это, в тепличках выращиваются. Но их не обозревала, потому что там как бы было мясо и помидорки. Чего обозревать мясо? Кто его не видел? В общем, всем пока!